МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Чего хотят женщины» с последним июньским выпуском, в котором настоящий летний калейдоскоп сюжетов. Лето пролетает незаметно, поэтому хотим сказать вам, почаще бывайте в новых красивых местах на свежем воздухе и, конечно, проводите время активно, гуляйте. Пешие прогулки прекрасно сказываются на нас. Ну, а кому хочется романтики, почему бы не совершить прогулку верхом? Детские мечты должны сбываться. Не всем им суждено случиться именно, когда мы маленькие, зато повзрослев, самые заветные и осознанные желания мы можем воплотить в жизнь. Так случилось с Ларисой Голубевой. С трех лет она буквально бредила лошадьми, но в силу обстоятельств впервые села верхом только в 22, когда отдыхала с супругом на загородной базе и уже не смогла расстаться с мечтой. Когда я почувствовала, что это можно, действительно, это желание может исполниться, да, все это можно воплотить, вот, мы построили дом. Я пошла работать на ипподром, чтобы научиться делать все-все-все, чтобы я сама все могла делать. Мне хотелось именно самой держать свою лошадь. Лошадь в городе – это, безусловно, экзотика. Но когда совпадают такие факторы, как обоюдное согласие всех членов семьи, удобное расположение и обустройство собственного дома, то мечта жить с лошадью под одной крышей и ежедневно совершать восхитительные прогулки верхом сбывается. Мой муж почему-то считает, что я лошадей и собак люблю больше, чем его. Но на самом деле вот это вот все, это он создал. Почти семь лет назад в доме появилась послушная и общительная ласточка. Ей сейчас 16, и Лариса дает на ней уроки верховой езды. Наша героиня на собственном опыте убедилась – стать наездником можно в любом возрасте. Единственное, что нужно – большое желание. Я их учу тому, что умею сама делать. Я не готовлю их к каким-то спортивным, может быть, выступлениям. Я их больше учу любить лошадь. Мамы приводят и говорят, вот у меня дочь или сын болеют лошадьми. Я говорю, вылечим. Через год все понятно становится. Либо человек идет дальше, это неизлечимо. Это болезнь на всю жизнь. Не розовые мечты. Это бывает и боль, и грязь, и слезы. Это, конечно, ежедневный труд. Задавать сено лошади, поить, выводить на пастбище, ухаживать и следить за здоровьем, чистить конюшню. А сейчас Лариса еще и соседскую молодую кобылку Энигму в себя разместила. После всего перечисленного конную прогулку уже можно считать своего рода вознаграждением. Но если вы влюблены в этих замечательных животных, то вы готовы быть не только наездницей, но и конюхом. И каждая минута общения с благородными животными удивительными созданиями природы доставляет радость. Я могу на нее смотреть часами. Я сижу, когда чай пью, и смотрю в окно, она ест. Они личности очень яркие, интересные, самодостаточные. Они, мне кажется, вообще считают, что люди нужны для того, чтобы ухаживать за лошадьми. Лето – это не только погода на улице. Оно читается и в натюрморте, что на обеденном столе. Букет полевых цветов в вазе и, конечно, сезонные лакомства. Ароматные травы и спелые плоды. В нашем следующем видеосюжете мы хотим вдохновить вас на свежие кулинарные свершения. Летом как никогда вельку обилие свежих сезонных овощей, фруктов, ягод в магазинах и на рынках, а то и на собственных грядках. Это, безусловно, прекрасный сезон для сторонников здорового питания и для тех, кто собирается стать таковым. Рецептами низкокалорийных, освежающих и поистине летних блюд с нами делится Екатерина Лаптева. Сегодня мы будем готовить салат зеленый из авокадо и кинзы и желе из клубники с йогуртом. Летом я очень люблю легкие блюда, которые богаты витаминами и микроэлементами, которых мы не можем найти зимой. Начнем с салата. Для него нам понадобится 1 плод авокадо, 1 головка салатного лука, 2 огурца, 3 листа китайской капусты и пучок кинзы, а также специи, смесь перцев, соль и оливковое масло. Нарезаем все компоненты этого замечательного зеленого салата достаточно крупно. Салат, с одной стороны, очень легкий, с другой стороны, очень сытный. Авокадо – это такой фрукт, который богат жирами, который очень легко усваивается организмом. И авокадо обязательно надо съедать 1 в неделю для улучшения общего состояния здоровья. И для нас, для женщин, он очень благоприятно влияет на наш внешний вид. Когда все ингредиенты в миске, заправляем его. Советуем подавать блюдо с долькой лимона, чтобы при желании добавить кислинку. Теперь и о десерте пора похлопотать. В меню заявлено двуслойное желе. Запасаемся клубникой или любой другой ягодой, желатином, маложирным йогуртом без добавок, сахарной пудрой, водой. Для первого ягодного слоя размешиваем в 100 мл воды одну чайную ложку желатина и оставляем на полчаса. Возьмите на заметку, используйте только свежераспакованный желатин. Когда кристаллы набухли, доводим раствор до однородного состояния в микроволновой печи примерно 20 секунд на средней мощности или на водяной бане. Теперь измельчаем ягоды до консистенции пюре и смешиваем с раствором желатина. Наполнив этой аппетитной массой большую часть креманки, отправляем первый слой в холодильник не менее чем на 2 часа. Второй слой делается аналогично, но вместо ягодного пюре вливаем йогурт и сластим по вкусу сахарной пудрой. Выкладываем аккуратно на предыдущий, уже застывший слой и снова на пару часиков в холодильник. Подчеркнем изысканный легкий десерт сервировкой. Остается только перечеркнуть равенство между сладко и калорийно и пожелать всем сладкоежкам приятного аппетита! Екатерина, спасибо огромное за такие замечательные рецепты. И примите в подарок от нашей передачи от магазина «Айурведа» на Большой Покровской, 49, это замечательный индийский черный чай. Спасибо большое! Лето самое время насладиться освежающим хрустящим салатом и легчайшим с клубничной кислинкой и нежностью йогурта желе. Приятного аппетита! Пока мы открываем для себя новые сезонные вкусы и развлечения, пусть и наши детки не остаются без интересных занятий. Замечательные все таковые будут включать в себя и интеллектуальную нагрузку. Всем известно, дети гораздо охотнее обучаются вне рамок школьной программы. Пускать дымовые кольца из специальной пушки, менять цвет жидкости силой мысли, заставить воду бурлить без нагревания и даже дышать вишневой газировкой, множество любопытных идей и хорошего настроения. Это интерактивное научное шоу. Звучит не совсем обычно. Шоу и вдруг научное. Но это именно так. Безусловно, это развлечение, потому что все очень зрелищно. Интерактивное, потому что вокруг не просто зрители, участники. И участвуют они в настоящих научных экспериментах физических и химических. Дети любознательны от природы, а забавный профессор, как никто другой, подогревает интерес к этим сложным предметам, показывая занимательные опыты. Вот тут и приходит осознание, что науки берутся из жизни, а не из желания учителей замучить законами и формулами. Когда, например, мы учились, нас такого раньше не было. И поэтому, ну, физика-физика скучно, мало кто мог себя там найти в физике. Конечно, умники и умницы были и есть всегда. Но захватывающие опыты нравятся и понятны. Всем без исключения. Увлекательное шоу превращает науку, оперирующую такими серьезными понятиями, как гравитация, углекислый газ, оптика, в игру. С самыми приятными, неожиданными и веселыми результатами. Даже взрослым любопытно все происходящее, а юные исследователи и экспериментаторы просто в восторге. Можно делать с воздухом много всего интересного. Им стрелять, им волосы поднимать, а иногда можно и летать. А еще мне понравилось, как он делал газировку без химики. Она вкусно пахнула, но ее съесть нельзя было, потому что она была из дыма. Я еще никогда не видела то, что вот так вот можно было посадить колечки. Я хочу быть профессором химии. Кто знает, может кто-то из присутствующих в будущем действительно свяжет свою деятельность и профессию с естественными науками. А может и нет. В любом случае, такой научный праздник, а самых разных программ со всевозможными опытами для детей разного возраста очень много. Незабываемое и яркое событие. Эксперименты уже продолжаются дома. Наша задача как раз вот зародить в них желание экспериментировать, желание познавать что-то новое, самостоятельное. Организация развлекательно-научных шоу для детей и проведение зрелищных химических феерий в помещении и на свежем воздухе. Шоу сумасшедшего профессора Николя в Нижнем Новгороде. Звоните 414-13-69 и заходите на сайт nn.nikshow.ru Праздник науки, смелых экспериментов и хорошего настроения. Летом нас ждут открытые веранды-кафе, пляжные вечеринки, поездки и путешествия. Все ли готово, чтобы укомплектовать наш чемоданчик к отпуску? Новые наряды, аксессуары. Мы хотим выглядеть привлекательно. И не нужно говорить, что шопинг – это женская слабость. Ведь красота – это наша сила. Сумку смело можно назвать самым важным аксессуаром для каждой женщины. Ведь это маленькое изобретение человечества хранит все ценные имущества и сокровенные тайны владелицы. Модные сумки 2015 – это потрясающее разнообразие стилей и фасонов, расцветок и материалов от изысканной и бессменной классики до новых дерзких трендов. Яркие оттенки, стильные контрасты потрясающие фактуры от практичного текстиля до роскошной кожи. Размер имеет значение, большие габариты постепенно сдают свои позиции, но на пике популярности по-прежнему вместительные и среднего размера сумки прямоугольной формы. В них найдется место для компактного зонтика автомата на случай капризов погоды. Сумки через плечо или почтальонки не менее функциональны и удобны, а в этом году еще и необычайно востребованы среди представительниц прекрасного пола. Можно носить сбоку на бедре и перекинув назад или вперед. Этот тренд просто находка для любителей стилей милитари и кэжуал. Но такой миниатюрный или побольше аксессуар в сочетании с летним зонтиком в тон украсит любой образ. Роскошные клачи и редикюли, призванные дополнить вечерний образ светской львицы или деловой дамы, неотъемлемый аксессуар женской моды на все времена. Именно на них сделали ставку многие известные европейские дома моды, представив всевозможные варианты жизнерадостных расцветок. Особые предпочтения оттенкам сиреневого и красного, от нежно-кораллового до ярко-бордового. И немного о принтах. В этом году гуру фэшн-индустрии советуют подбирать сумку с вариациями декора платья, костюма или любимого зонтика, актуальные цветочные узоры, этнические мотивы, имитации вышивки и геометрические орнаменты. В общем, дизайнеры проявили интерес практически ко всем формам, стилям и цветам, и этим значительно упростили задачу модницам, желающим подобрать себе новый стильный летний аксессуар. За приятными покупками дам приглашает магазин парад аксессуаров улица Горького, 149А. Всегда нужные женские вещицы вы найдете здесь и в салоне на улице Комарова, 21. Внимание, летняя акция! При покупке стильной сумки вы получите скидку 20% на пару любых понравившихся перчаток. Идти навстречу теплой весне и солнечному лету хочется красивой легкой походкой. И для этого-то мы позаботимся о комфорте наших ножек. Модели современных обувных предприятий радуют глаз, но в них мы часто ради красоты терпим неудобства и даже то, что к вечеру ноги устают и отекают. А вот ортопедическая обувь создается с учетом анатомии стопы и оптимального распределения нагрузки, а потому призвана беречь здоровье ног. Она необходима тем, кто страдает от плоскостопия, лишнего веса, варикозного расширения вен и совершенно здоровым людям тоже для профилактики заболеваний, чтобы время от времени разгружать наши ножки и чтобы мы и дальше стойко переносили все капризы обувной моды. Врачи советуют носить ортопедическую обувь хотя бы несколько часов в день. А тем, кто и на время не желает расстаться с каблуком или платформой, стоит обзавестись ортопедическими стельками. Они могут быть совсем незаметными, но помогут избавиться от мозолей, правильно распределить вес тела, улучшить осанку. Впрочем, многие носят их просто потому, что они дарят комфорт. Магазин «Семейный ортопед» приглашает за покупками улица Варварская, 4, телефон 413-68-47. В эфире программа «Чего хотят женщины с летним калейдоскопом идей». Какими бы разными ни были наши увлечения и предпочтения насчет отпуска, все дороги ведут на дачу. Это же такое универсальное место. Зона отдыха активного и пассивного, семейного или уединенного, но непременно насыщенного и приятного. Для тех, кто проводит летние дни за городом, наша специальная рубрика «Дачный сезон». Спонсор рубрики «Препарат Партенокарпин Био». Даже при неблагоприятных погодных условиях, применяя препарат «Завязь», вы обеспечите образование завязей, развитие и рост полноценных плодов и соберете хороший урожай. Красивый сад и ухоженный участок – мечта дачников. Благодаря саженцам с закрытой корневой системой мы не перестаем облагораживать территорию в течение всего летнего сезона. Подсаживаем цветы, подбираем декоративно-лиственные растения, дополняем природные композиции новыми видами плодовых или декоративных деревьев. Особая группа растений, позволяющая гармонизировать и полностью преобразить пространство сада – декоративные кустарники. Они ценятся не только за эффектное продолжительное цветение, но и за форму кроны, текстуру и окраску листьев. Делая сад нарядным, они нетребовательны в уходе и в большинстве своем редко повреждаются вредителями и болезнями. Безусловный фаворит среди красиво цветущих кустарников – розы. И среди всего их многообразия стоит выделить прежде всего великолепные парковые розы, из года в год радующие обильным цветением, не требуя даже элементарного укрытия на зиму. Большой популярностью у садоводов-любителей пользуется спирея – многолетний обильно цветущий кустарник. Одних только видов спирея известно около 90, а о сортах и говорить нечего, причем различаются они и по облику, и по срокам цветения. Среди настоящих украшений садовых участков – растения хвойные. Они декоративны весь год, обогащают воздух кислородом, сдерживают сильные порывы ветра, смягчают климат, поглощают шумы, очищают воздух от пыли. Ели, лиственницы, пихты, сосны, туи, можжевельники – благодатный материал для построения композиций на основе игры контрастов формы, фактуры, хвои, цветовых оттенков. Сегодня в питомниках растений представлено огромное количество качественного районированного посадочного материала. Можно проявить фантазию и начать экспериментировать на собственном участке, а можно довериться профессионалу – специалисту по ландшафтному дизайну. Вы приходите к нам в питомник с фотографиями вашего участка или просто с его размерами. Мы для вас составляем несколько вариантов проектов вашего участка. Это может быть альпийская горка, водоем, розарий, миксбордер. Мы подбираем растения плодовые, декоративные для этих композиций. Растения для этого проекта вы можете приобрести в нашем питомнике, а варианты проекта мы дарим вам бесплатно. Не упустите замечательную возможность. Приезжайте на торговый площадку питомника «Школьный сад» в поселке Гнилицы на автозаводе улица Новополевая, 33А. Для вас бесплатные услуги ландшафтного дизайнера, индивидуальный подход, качественный посадочный материал. Приобрести саженцы можно также в магазине «Школьный сад» улица Фучика, 1А. И загляните в магазин «Ботаника» Московское шоссе, 177. Приглашаем вас посетить торговую площадку «Школьный сад». В течение всего лета саженцы закрыты корневой системой плодовых, декоративных, хвойных, цветочных растений. Мы работаем ежедневно с 8 до 27.00. Ждем вас! «Школьный сад» всегда вам рад! Перефразируя слова известной песенки знаменитого фильма, скажем, что нам стоит баню построить, нарисуем, будем париться. И самое интересное, сказочное утверждение так уж невероятно. Словно по мановению волшебные палочки, современные технологии строительства позволяют в короткие сроки, в любое время года, с небольшим капиталовложением, возводить бани и садовые домики самых разных конструкций и конфигураций по желанию заказчика. Речь идет о каркасных строениях. Специалисты отмечают массу преимуществ подобных бань в сравнении с бревенчатыми или кирпичными аналогами. Во-первых, легкая конструкция бани значительно снижает требования к фундаменту. Второе неоспоримое преимущество – эргономичность. Низкая теплопроводность стен обеспечивает экономию дров и электроэнергии, а их своеобразная конструкция позволяет спрятать в себя все вспомогательное оборудование – кабели, трубы, автоматику. У кого-то, кто новый воспринимает с опаской, вопросы вызывает долговечность и практичность каркасных построек. Но сомнения совершенно напрасны. Технология строительства гарантирует долгую эксплуатацию за счет применения в бане современных строительных материалов. То есть это утеплитель экологически чистый, мембранные пленки ветровлагозащитные гидрозолюционные и грамотная обшивка как внутри, так снаружи. Данные бани построены по каркасной технологии и прослужат она верой и правдой 50, а то и 100 лет. При грамотном ее использовании, то есть это надо ее просушить после каждой мойки, открыть двери и окна, и будет она служить верой и правдой. Многие нижегородцы, кстати, немало среди них и представительниц прекрасного пола, уже по достоинству оценили возможности и качество работы собственных каркасных бань. Баню строить это не дом. Дом нам пришлось трижды перестраивать. Баню оказалось построили очень хорошо. Все чисто, четко, точно. В короткий срок. Каркасная. Но главное, что очень удобно, четко и все хорошо. Мылись и зимой, и летом, а детям особенно нравится, потому что зимой частный дом не так просто намыться. А тут все 33 удовольствия. Это просто изумительно. Во-первых, дерево, это все ароматы, это настолько натурально. За 30 минут затопили, я напарилась, такое удовольствие просто шикарно. Действительно, отличная возможность быстро, просто и без особых капиталовложений стать владельцем собственной бани, построенной по каркасной технологии. Нужно только обратиться в строительную компанию под ключ в Нижнем Новгороде, Родионово, 21 этаж, код 23, около площади Сенной, рядом с канатной дорогой, телефон 413-71-17, в Держинске, в Атутино, 24-8, офис 111, телефон 234-999. Сделайте заказ до 31 июля и получите систему электроснабжения в подарок. Строительная компания под ключ легкого пара. Сушка один из способов домашних заготовок фруктов, ягод, грибов и зелени популярна сегодня по двум причинам. Во-первых, теряется при сушке всего 4-5% полезных веществ. Для сравнения, при консервации теряется до 65%. А во-вторых, в распоряжении хозяек специальный инструмент электросушилка. Моделей и фирмозготовителей множество, как отечественных, так и импортных. А по последним данным тестов и сравнительных характеристик, опубликованных в популярном европейском издании Good Organic Gardening, среди бытовых сушилок по эффективности, достаточно экономичной работе двигателя и максимальному количеству обработанных зараз продуктов, то есть по количеству поддонов, где продукты размещаются, а это до 25 штук, лидируют новозеландские изидри. Воздух подается снизу вверх, через вот эти вот решетчатые отверстия, также подается через отверстия, которые по периметру, и через середину, через центр, в стороны. Просушка получается очень равномерной, поддоны совершенно нет необходимости менять местами, и получается очень хороший, вкусный продукт. При выборе обращайте внимание, наиболее продвинутые модели позволяют регулировать температуру. В них можно приготовить пастилу из фруктового или ягодного пюре. Сладкое кушание придется по душе детишкам, оно полезное, и в домашних сладостях уж точно никаких красителей и консервантов. А высушенные продукты, сухофрукты или грибы практически не темнеют, не теряют форму и превосходно хранятся в течение долгого времени, всегда выручая хозяйку. Новозеландские сушильные аппараты «Изидри» эксклюзивно представляют магазины клуба органического земледелия «Сияние». Большая Печорская 68, проспект Ленина 58. Приезжайте за покупками. Дачный сезон в разгаре. Многие садоводы, владельцы загородных домов и участков перебрались в летние резиденции и вплотную занялись благоустройством собственной недвижимости. А для ремонта строительства земельных работ нужна садовая и силовая техника. Мотоблоки и культиваторы, газонокосилки и триммеры, пилы и насосы. Современная техника для сада экономит время и облегчает физический труд, превращая его в увлекательный процесс. Ну а силовые технические устройства, компрессоры, генераторы, сварочные аппараты, виброплиты помогают быстро, эффективно и вполне профессионально справиться с любыми видами работ и нужны, конечно, не только на даче. В специализированных магазинах широкий выбор техники. Вот только цены кусаются. Но сегодня у нижегородцев есть уникальная возможность сделать выгодные покупки. Открыт первый салон по реализации бытовых и профессиональных инструментов и оборудования нового формата. Центр распродаж? Не стоит волноваться за качество и исправность товара. Все изделия в магазине новые и на них распространяется стандартная гарантия. Собственно, и открыт центр на базе многим знакомого магазина сети инструменты компании ТМК. Но весь представленный ассортимент здесь можно купить со скидкой до 50%, а на отдельные позиции скидка может быть и больше. Дело в том, что скидки предоставляются на последние выставочные образцы, на товар с поврежденной упаковкой и на изделия с небольшими, незначительными дефектами, потертостями или царапинами корпуса, недокомплектацией. Недочеты при этом никак не влияют на работоспособность инструмента. Вот и получается, что покупка надежного, качественного, фирменного инструмента может обойтись рачительному хозяину намного дешевле. За выгодными покупками приглашает Центр распродаж инструмента и оборудования от ТМК на Ильинской, 58. Более 15 тысяч наименований товаров, инструмент, оборудование, садовая и малая строительная техника, расходные материалы и многое другое с возможностью сэкономить. Действуют бонусные программы лояльности, а грамотный выбор помогут сделать квалифицированные консультанты. Телефон единой справочной службы компании ТМК 8-800-700-70-77 Спонсор рубрики препарат Партенокарпин Био И в жару, и в непогоду томатон обеспечивает плодообразование. Томатон экономичен, обрабатываются только новые соцветия. Удобен, раствор можно хранить и применять весь сезон. И главное, эффективен, пустоцветов нет, а урожай созревает на неделю раньше. Томатон ранний и обильный урожай. Это была программа «Чего хотят женщины» с последним в этом сезоне выпуском. Пусть жаркая пора станет для всех вас, дорогие телезрительницы, яркой, приятной и незабываемой. А летнее тепло напитает душу и тело энергией и позитивом, которого хватит еще надолго. А я прощаюсь с вами до новых встреч уже осенью. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин